Привет, друзья! Продолжаю рассказывать о том, как вкусно приготовить различные части индейки. Сегодня у меня голени. Я буду сразу это делать на подносе. Вернее, не на подносе, на таком маленьком противне, который будет служить нам как раз площадкой для погружения голени, перед тем, как они отправятся в духовку. Я достаю голени. Значит, можно немножко промокнуть от лишней влаги, но сильно не высушивайте, потому что нам сейчас нужно будет ее мариновать, а для этого мне потребуется сбрызнуть ее слегка оливковым маслом. Для чего я это делаю? Для того, чтобы масло, имея плотную текстуру, создало пленку, которая поможет специям соли, перцу прилипнуть плотнее и в процессе приготовления, соответственно, пропитывать своими ароматами голень. Соль. Смотрите, я с одной стороны сейчас все это обильно сделаю, обильно посыплю солью, обильно посыплю специями, потом это все перемешаю. У меня здесь есть паприка, обычная сладкая паприка. Она как раз придаст нашим голеням красивый яркий оттенок. Сыпьте, не стесняйтесь. И еще некоторые повара говорят о том, что паприка удерживает влагу. Не знаю, при нагревании ничего там не удерживает, надо просто аккуратно жарить. Острый чили перец. Я люблю поострее, поэтому пикантность должна быть обязательной. Мускатный орех не переборщите. У него есть свой яркий аромат, который может испортить нам блюдо, если безмерно насыпать его при приготовлении. Обязательно сюда я разрежу и брошу рядом несколько кусочков чеснока. Он, конечно, у меня сгорит, но ничего страшного. Он отдаст вовремя свой аромат и вкус. Лимон у нас тоже должен быть. Я вообще, когда любую птицу запекаю, всегда использую лимон. Он дает очень хороший какой-то такой вкус определенный. И шкурку сюда бросаю для того, чтобы в процессе приготовления... Дуся, помолчи, да, я спокойненько расскажу нашим подписчикам о том, как вкусно готовить голень. Смотрите, что делаю еще. Я вот так вот разрезаю такими дольками лук и сюда отправляю. Обкладываю индейку. Теперь, как пообещал, индейку нужно со всех сторон помассировать, для того, чтобы она выкрасилась в красивый цвет от паприки. То же самое делаю со второй ножкой. Аккуратно, нежно нужно обращаться с красивыми, идеальными ножками индейки. Так, вот так вот ставлю. Все, лук, чеснок здесь у нас. Смотрите, можно сюда набросать любые овощи. В процессе приготовления они будут там впитывать соки все, которые выделяют. Вообще на противень можно накидать любых овощей. И картофель, и сельдерей, и корень, и стебель, и так далее. В процессе все это будет запекаться вместе, отдавать ароматы. О, посоль отлично. Вот они. Сначала я духовку разогрел до 230 градусов. Потом я, как только поставил ножки, убираю до 180. А таймер ставлю на 45 минут, потом посмотрим. О, смотрите, какие они у нас клевые, румяные. Но чувствую я, что они еще не готовы. Смотрите, один из способов проверить готовность, а я пока параллельно их буду смазывать маслицем и соком, который у нас вытопился с голеней. Значит, как проверить, когда они приближаются к готовности? Как правило, у них вот эта часть стягивается сюда, и оголяется косточка. Кстати, в Москве есть один ресторанчик, кафешка. Шеф-повар мой и владелец, мой хороший друг. Там все из индейки, но хитовым продаж являются голени. Почему? Потому что их удобно есть на ходу. Они их обматывают фольгой, дают в руку, и ты как эскимо их ешь, по улице идешь. Особенно в Рождество или в Новый год очень круто получается. Поворачиваем. Я смазываю сливочным маслом, для того, чтобы образовывалась золотистая прекрасная корочка. И ставлю еще примерно минут на 15-20. Следите, чтобы верхушка не горела. Но я вижу, что голеням пока еще рановато отправляться ко мне на стол. Да, и не вздумайте их мазать майонезом, у них и так прекрасный вкус. Итак, кульминация, друзья, нужно доставать голени. О, вот это, вот это зачет. Вот это зачет. Смотрите, что происходит. Они прекрасно зарумянились. Я всегда люблю полить выделившимся соком мясо. Вот смотрите, косточка Витя оголилась. Здесь тоже уже почти оголилась. Это вот то, скажем, когда сама индейка нам подсказывает. Я готова. Все обязательно поливаем. Даем немножечко отдохнуть ей. Ну, во-первых, горячую индейку вы не сможете взять рукой. Во-вторых, когда вы начнете ее рвать, сок начнет выделяться и вытечет. Значит, на основе тех соков и овощей, которые остались у нас в противне, вы можете сделать соус к индейке, влив сюда немножечко вина. Вернее, вот эти все овощи выкладывают в сковородку. Немножко сливочного масла, немножко белого вина выпариваете. И, соответственно, выпариваете до такой степени, чтобы он немножко загустел. Можно вместе с овощами пробить блендером. В общем, здесь может быть масса вариантов. Складываю. Чуть меньше. Вот так вот. Смотрите, что я делаю. Я беру голень и обвязываю ее фольгой. Так, чтобы удобно было держать. Мы получаем что? Конечно же, эскимо, которое можно вот так вот брать прям. Это великолепно. Ммм. Не знаю, как вы, а мне никакой гарнир здесь не нужен. Приятного аппетита! Я ухожу. Все. Какое мясо! Смотри, все полностью пропеклось. Вот она, настоящая нога индейки. Кстати, ты что, снимаешь там? Выключай камеру. Все, пора есть индейки. До новых встреч. Очень верно! Ответло.